Продолжение следует... 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 показывали как-то по телевизору, смотрел, как готовят мира для церкви которая употребляется для освящения храмов и прикрещений варится она там долго очень, сколько там оливкового масла там большой этот казан такой большой и в течение недели приходится на Страстной Седмице потом патриарх там уже освящает когда его священники вот там это мир такое священное а то это миро было такое, оно продавалось на базаре, можно было купить когда, говорит, можно было продать и за хорошие деньги продать и купить жены шли именно на нас сегодня жены какое, говорит, миро могут принести? но? добрые дела добрые дела, добрые дела это как мира будет для Христа он и говорит, потому что я не устал он не спрашивает там, а вы как молились там двумя или тремя апперстами не спрашивает это сколько вы молились, а какие молитвы? большие читали, маленькие молитвы? нет а что, говорит, я был наг, вы не одели меня был странным, не приняли его жажду не напоили голоден был, не накормили меня в темнице был боли не посетили меня вот о чем спрашивает Господь будет это то есть, это все есть, если будем это делать, это будет как мир, а мне вспоминается одна из проповедей священника вот он был репрессированный отец Дмитрий Дудко и он говорит вот церковь наша сегодня она держится только на ваших сестры платочках то есть, ну глянешь в то время там это сколько у нас, вот сколько сидят а сколько таких, которые без платочков-то сидят совсем мало а в то время советское вообще не было допустим, вот я служил в Иссельхуле там ни одного нет все бабушки стоят да а в мусульман наоборот больше миллиона и все стоят в одно время все на коленях становятся мужики а не собери у нас столько да никогда не собрать никогда даже в армию-то по приказу и то не соберешь представляете как поэтому помните сестры четыре жены это на вас держится все они шли и не просто шли потом пошли говорят что и проповедовали другие говорит Мария Магдалина шла к императору даже проповедовала так предание говорит поэтому всех вас приветствую с днем этим где-то отмечают это очень торжественно там дарят цветы и прочее вот ну сейчас еще нет их наверное там более достойные да кому не достойные ну так вот следующее будет через воскресенье там будет что у нас тринадцатого тринадцать-четырнадцатого ко мне какие вопросы день деревни когда будет день деревни не знаю мы еще об этом даже и не обсуждали потому что и дороги нет и ну не знаем там делать или нет у нас как-то они сказали что это не юбилея ничего нет это вроде бы каждый год здесь не делали мы пандемия это нам мешало все это пока не обсуждали попозже поговорим будем или нет так значит вопрос говорят вы встречались с митрополитом да вчера я встречался о чем беседа была я буквально три минуты с ним был мне больше не надо я попросил благословения у него там и несколько никакие вопросы которые касались меня там разрешил и все быстро он спросил больше спрашивал об Игнате Тихонове как Игнатий Тихонович он здоровый я говорю а что ему сделается то а что я говорю да он говорю как кремень так 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 огонь мы сихаем а вот он же огненный Игнатий же заулыбался ну поклон передавайте все значит что там это ничего на него делать нападает я говорю да он нападает он отобьется спрашивает нападает а не нападает на него что я говорю он отобьется ну вот и все мы там газон что-то они траву сеют сейчас они он пришел с улицы мы поговорили и он опять пошел там газоном заниматься буквально 3 минуты газон 4 минуты батюшка у меня у меня к вам просьба или вопрос тоже вы же с мусульманами жили вот у меня получилось так что соседи продали дом на углу и купили их мусульмане таджики ну и как бы все ничего я думал они там дом построят что-то а там рядом мечеть у нас и у них там машинами все заставлено и машины на проезжей части и они именно нам у моих соседей вот здесь решили стоянку машину сделать так и вот ко мне они уже приходили и вот размежевание по этой ограде один заир другой файзула так и что молодые ребята 35 летние вот спрашивали там как да что там мне что-то мешать будет не мешать но ну да как бы это с одной стороны хорошо вот вопрос такой помолиться да помолиться я тебе скажу с ними жить если желательно дружелюбно жить где-то в чем-то может быть даже тебе если нет где-то его ступить если там что-то это но обязательно сохранить мир это будет и для тебя во-первых хорошо и для всех денег ну ворота тебе заезжать скажи на ворота мне не заграждать потому что ко мне тоже приезжают я здесь вот дорогие все но Algun из этих дворов ставят машину ну что к нам по свидетелю строят падеж lighting куда машину свой поставил у ветеринаров вот там у тебя у них прям там стоянка будет прям ваш там на много машинка прямо да прямо не делают стоянку от тебя это сильно на тебя как-то ну там только с забором потому что если эти забор сделают перегородят огород я с ними там беседами звоню огород но у тебя есть когда строит этот документ у тебя сколько площадь и конечно не ну да и они могут возвести большую стену и будет свадать тень на огород но сейчас поговорить надо скажи но они сказали что мы еще побеседуем а поговорить а скажу не хорошо представьте если вы жили на моем месте мы здесь садим в огороде там в этим существуем скажем я пенсионер там ничего нет пониже сделайте чтобы не можно как-то все равно договориться понимаешь но наверно можно я не знаю я просто молитва шарка мы потеряет финал где что-то это то другое где-то идем и добивались этим вот как неотступностью там беседованием встречались а где-то как-то или все равно получали то что нам нужно понимаете что даже просто был директор совхоза приду к нему надо что нам нам трактор надо он на меня не смотрит я сижу на стуле он мусульманин русский русский я сижу час сижу второй час сижу к нему приходит там кто механики что он с ними разговаривает а я сижу когда никого нет я опять анатолий сергеевич помогите сегодня у вас есть у нас нет а завтра может так случиться у вас нет ничего а у нас есть так и и есть сегодня у них полностью ничего не все идут там игорь там это вот надо бы там что-то сделать там это трактор понимаете как это все меняется но и наконец я это высижу часа полтора-два он тогда звонит главный ангел заходит да им там трактор а я ничего сижу и все и не ухожу никуда потихоньку так вот это неотступности по неотступности он не выдерживает пока никого нет я опять что-нибудь ему я скажу покойный уже но помогал нам первый году помог помог убрать урожай тоже тоже просили я посеять посею там нанял посеяли в учет пшеницу овес свеклу 85 гектаров не дали то но вот засеяли все это убрали там было они пригнали мне убирать уже с 30 октября комбайны зашли на поле ну там-то потеплее было такая нет нет потеплее было очень дождливая осень поэтому здесь игорь так что старайся поговорить побеседовать там только ты так не став никакие спокойно тихо скромно покажи как-то ты истинный христианин я у них прохожу дядя игорь помни блаженный кроткий ибо они наследуют землю а горды потеряют землю бывает так из-за чего потеряли смотрите как как было просили что нет вдруг раз получилось она страна целая потеряла большой позиция без войны безо всего взяли крым ни один человек не погиб захватила россия крым как захватывала там же были войска у них ракеты и дальнего следования все стреляли ни одно не выстрелил ни один танк не выстрелил ничего самолеты все самолеты были все вежливо 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 все сделали они потом кто желает на танках отправляли в украину своих танках ехать и туда ехать и все понимаете как все можно сделать так она сейчас это вы не ставьте здесь ну война будет мнение не ставьте я не могу это сказать поэтому так находить там дело больше в том они то построить построят и там постоянно будут люди там много машин они когда вот в мечеть туда идут им негде ставить они будут здесь машины представь так игорь здесь идет строительство домов вполне возможно что через несколько лет через три или пять лет это все будет застроено нас отсюда через три пять лет раньше не позже ну позже допустим позже будет 10 лет то меня быть не будет а вы будете и вас это и а у тебя большого куда нет ну то сказать ну что все давайте у меня и все вот эти вот у тебя ну может меня надежда васильевна не будет только тихо еще кого-то будет да это будет а как мы были представь ему у татьяны бруяка собирались а помнят то были конечно да благоустроен дом и все это соседи могли бы что-то идут и идут люди идут и идут люди ну конечно теперь она на никитинской улице тоже там на втором этаже там уже уже не вмещались в таком нашли это понимаешь как это все не все меняется может быть может получиться так что у тебя будут церковь в своем доме молиться вполне это возможно вполне ну вот у меня второй этаж сделан специально ну вот и все поэтому ты смотри чтобы ты сейчас начнешь проделим а несколько так ты ты на вот тебе и мы тогда нет нет я не до ничего такого не все какие вопросы нет ничего у меня мама на даче живет у нее соседи мусульмане уже 10 лет она нарадоваться не может я сплю спокойно они такие уважительные опа у них это все время они приходят слов они идут из этой миска я закрою что муж не брать они стучат папа кушать у них вот это вот такое расположение вообще к людям и морковки и помогают ей тяжесть какую-то принести они мне тоже вынесли вот этим летом я подъехал я подъехал вот этот заим вынес вот такой огромный я не зашается очень много вот такущее обузище я говорю не 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 надо мне спрашиваю это я залез и не пармотил я говорю у меня спина подкип она там половину снял уже ну надо чтобы выросли им от закопками ушли я говорю все нормально а они поставили какая-то к моему гаражону машину ну вот так вот сейчас давайте занимайтесь прошлое воскресенье от надежды астины здесь лежал календарь календарь христианский календарь за 2022 год его озвучивали и запись попросил размножить вот я попробовал это сделать кому нужно очень хорошее изучение из нового детского завета так что покайтесь и поприблизиваться с тобой за прошлый год ну очень хороший ну естественно не православный но тем не менее нет не православные издали кому нужно и вот здесь сказал своими руками раздай я подчиняюсь его обязательно прочитайте с двух сторон скажите кто мы такие так болящие у нас сироткина антонина севастьяновна она прошлое воскресенье нужно вас она пошла в храм и упала и встать не смогла подняли ее соседи утром рано то есть они увидели подняли позвонили сыну вызвали скорую скорая приехала увезла она лежит в нашей больнице или у нее перелом через вертельный перелом бедра это верхняя треть бедра не шейка бедра там где вертелы есть прооперировали вставили туда металлический штифт то есть это сейчас вот по современному и сейчас вы ей разрешили уже сидеть ну и ходить ей сколько лет 81 ну моему тесте пропиливали уже было 90 90 с лишним тоже штифт да 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 а вы же рассказывайте это наша больница первая городская а она упала как споткнулась или что что рассказывает то она ходила то шаталась она из уже головок уже за любое за обувь зацепилась нога за ногу зацепилась это слава богу что сейчас есть такие технологии вот даже 90 лет раньше поменьше это смертельный приговор это был приговор после 60 лет уже вообще их ничего с ними не делали а наложить гипс на бедро это обездвижить человека начинались тромбозы они часто начинаются тогда это просто поголовно как напоминаемая александра наши да и они лежали у них начинались пролежния часто начинается ему они они бездвижимы у кого-то тромбозы то есть это приговор был лежать пока ну она еще долго пролежала обычно очень это все быстро хороший уход у нее было вообще они очень быстро уходили такие пожилые а сейчас даже не гипса ничего нет вместо гипса кость держит металл который туда там спец металл до специальный так потом еще вот вчера позвонила сильно заболела говорит прям переклинилась никогда так сильно не было со спиной у пудрякцева галины николаевны она ездила на кладбище во вторник наверно у меня продуло у нее высыпал герпес и зацепила так спину что горит меня аж горит по диагонали все скрючила что она где-то там позицию герпес острый ну говорит спина герпес только на губе высыпал надо смотреть что-то поэтому она дать я наверное не приду наверное такие боли кто у нас еще более валентина пауна тоже у нее сердце скоро вызвало ну и я повторяю свою просьбу на лица на их внуках по температуре тоже две недели равности опять 38 и 7 вот а уже мы у нее перелом десятого грудного позвонка вот кроме того что ноги у меня болели на ней болят постоянно теперь еще она уже больше месяца упала и долго я ее не мог вытянуть на обследование на рентгеновское исследование по МСКТ там выявил перелом десятого грудного позвонка советовали ну приписали грудопоясничный корсет с жесткими ребрами а вот там у нее получается так что нету двенадцатых ребер некоторые дамы специально делу убирают эти оперируют двенадцатые ребра стали такая стройная была а у них изначально практически не там рудимент с одной стороны только и это все это корсет у нее вот давит туда он тоже вот тогда болел когда перед пасхой и у него все еще тянется сильно не проходит насморк и вообще подозрение что как бы там уже не гайморит у него вот потому что его тоже продуло сильно там то жарко то холодно одежда была только зимняя сейчас купили и ветровки сказал еще на месяц это же военный объект поэтому сколько-нибудь устанавливать в общем тоже болеет с этим насморком я боюсь как бы не гайморить чтобы там фауэр елена благодарила за молитвы кто в группе не состоит расскажу что уже практически слава богу даже наши все бабулечки уже все они не надо не надо отвечать надо если что-то написать вы мне позвоните я напишу потому что вы там обратно дару пишите и я понимаю что вам и зрение и так далее там попасть надо отличаться отвечать не надо лишние там смайлики они не нужны это зазорять тему оборвал где вот это проект прочитали и молитесь и говорится это как бы считается пустые сообщения поэтому все прочитали молятся у фауэр запрос официальный пришел отказ когда пенсионный фонд делал все по документам а вот она хотела ехать и вы зачем ехать в игре там найдите человека вот наши это рахи так пусть она ходит по инстанциям когда костя в аварию попал мы тоже писали доверенности женщина там по нашей доверенности это правда денег специальная форма оформляется и она действительно оформила у нотариуса доверенность и рахи от ее имени там ходила по этим документам до искали поднимали архивы и слава богу нашли документ какой-то который подтверждает что она там работала когда-то давно давно и стаж у нее этот есть если здесь сейчас пенсионный фонд будет удовлетворен этой формы документа могут придраться поэтому чтобы пенсионный фонд взять этот документ и история у нее с оформлением как бы уже можно будет подавать на оформление вообще представьте вы приехали от то издалека издалека без практически без средств существования ничего нету купили дома а в доме практически ничего нету ни где спать ни где есть нет вот еще учится тоже пока его еще не устроили на работу учиться покаять месяц без денег два месяца без денег у них там единственный я так поняла источник дохода она за какой-то бабушка ухаживает бабушкой и ей там вот что-то ну понемножку то есть это вы знаете даже приехать сюда это сколько билеты стоит поэтому вот ну а михаил учится да еще хотела он убежала хотела поблагодарить наших сестричек кто нам реквизит их концерту делали вас не было прошлый раз на воскресной школы благодарила вот камень видели какой камень здесь как будто грязный это было все вот сестра и лена с полиной сделали муж ей помогал а все облачки которые ты за овечек принял барашков это ливия сделала сестра что вот как-то украсить на нашу поздравительную программу спаси христос спаси христос за облачки я благодарю за облака помогал делать концерты это жизнь сестра галина приезжает среду молитесь она уехала нездоровой но я сейчас буду чтобы вы продолжали молиться александр лекала на вам сила братья сестры родные родные любимые благодарим вас за молитвы я все время вашему лет предчувствовала меня господь бог вёл вот главное вот и что-то наступит смотрю опять добрый человек мне опять помогает я опять дальше-дальше без бога никуда спаси хрис без бога не до порога аллилуйя очень до опознания дмитрия поправилась совсем спинку прямо держи а левтина имеет слово братья и сестры любовь петровна периодически навещаю оказываю помощи понедельник завтра сестру там приняли в новосибирске вроде созвонились чужой тяжелейшая ее сестра с которой живет но веры нету конечно умолять господа что вы любит а побуждает ее хотят иди в храм это она может с трудами большими потому что многие большой отек и пообещали лечить по-моге господи еще по условию зачем тебе вам слово объявления сначала какие есть у нас картошка есть любовь николана там перебирала я знаю что валерий всегда нуждался на счет не переговори там картошку взять мы же не продаем и отдаем так что кому надо к обратитесь нас есть картошку второе мы сергеем договоримся уголь у меня володя уехал я один уголь надо разбить она такими пластами привезли прошлом году хороший наверно и закинуть бумаги я сергеем договорился ребята кто может прийти завтра когда нужно было у меня почти жалоба почти только еще не жалоба на двух человек внимательно слушать комендант смотритель у нас здесь избрана после его ринка брат михаил я только узнал что делали ему операцию вот такой трудягой я знаю это когда мне делали операцию меня в рига я даже чуть не отлупил я даже шевелиться нельзя я с машины бортовой спрыгнул там подскочил на меня это что делаешь вот он точно так же чтобы смотрели никакой тяжести мы не давать придем и не обидеться на меня это серьезное дело тем более может 2 быть операции если бы все было как раньше он бы это один закинул даже делать еще значит с кем-то придите его ни на какую работу поднимать не допускайте просто не допускает он привык так работать что даже я знаю что такое так это ясно дальше если будет холодно топить надо печку к этой печке я даже не подойду у родина столько заплатили они больше ста тысяч наверное дверки нету дверки вообще нету она такая высокая и володя туда как-то и там палочка перед я бы тот она смеялся над вами нет это ну сколько паровозов ходила сколько парохода везде топки я 40 пищником работы даже не слыхал и не видал что без топки как в одном месте только попросили заложить у нас дети такие баллы цитверки открывает ну так она рядом вот такая глубина она положила там что надо значит если холодно возьмите телефон михала петровича их что надо позвонить и узнать я немножко коснусь то что здесь бывает у нас такое объявление самое большое мы долго молились а по интернету интернетное сообщество господи благослови издать трехтомник вот трех томик он ведь везде красный бежит это далеко отсюда можайск не могли ничего здесь лучше найти только за то что привезли больше 200 тысяч заплатили прямая тапешки которая была бы 12 тысяч вот она и какие книги и уже выпустили и привезли и уже идет раздача то есть она стоит пять с половиной тысяч три томов вместе это закон так теперь готовимся из-за четырех томник давно об этом думал четыре тома 4 книги эти книги 752 страницы эти будут каждая книга каждая притом почти 800 страниц и плюс 169 страниц цветных фотографий по 169 страниц в каждом томе это будет конечно дороже но сейчас надо этим работая сегодня и ночью и все там проверку ведут и найдены корректоры по два человека на один том надо успевать пока я еще не уехал деревья тогда труднее будет связь помолиться прошу называется проповедь стихах этого никогда в мире не было проповедь стихотворной форме и таких проповедей будет примерно тысячи четыре три тысячи четыреста этого никогда нигде не было то есть это что-то новое сделал господь я каждый день получают такие письма и все понимают а мне пророческие эти стихи это кто написал мы все семьей считаем на несколько раз какая глубина я вижу то моя подпись едва написано но я их не признаю своими это настолько выше моего уровня образования и и проще помолиться чтобы как бог услышал трехтомник издали так и четырехтомник хоть трехтомник сзади у вас лежит справа который самый право они так целлофани эти книги лежат дальше у меня есть березовка есть кто-то жалуется на почки лучшего лекарства не найдешь прошу сейчас как выходим со мной пройдите и я вам дам по полторашки полтора полторы литра в этом так я говорю о березовке который не добывал батюшка он сказал сколько для там еще что-то будет холодильники все забиты ну значит вот так все большая неприятность что два пруда почти потеряли бобры нельзя трогать они прокопали а вода когда поделась выше до на лета теперь хлынула и чтобы вчера прошлом году делали одновременно человек по 15 работали мужиков со всей страны и все разнесло в дребезги мы забили которые вот так вот наклонные они ниже еще возник это воткнутые в землю они еще ниже на полметра это трудяги вот такие вот пример я скажу вот такой толщины березы ставили все спилили мало того спилили на чурки режет потом приходим нигде нет он их куда такую чурку утащить во первых надо у меня там обедали под которой березкой спалили и распилили утащили вообще рядом ничего нету а она от пруда но может быть метр тридцать и сколько могу не было там прямо большие березы я уж не говорю тальник который то все они подобрали и трогать нельзя никакого суда на них как-то их принесли распустили мы вложили туда земли я положил намного больше одного миллиона рублей бульдозер каждый год нанимал что бульдозер доставить туда и сюда минимум уже сегодня требуется около 70 тысяч но не работают горящие . поэтому а может быть я что-то когда посмотрел это и был там и такая пришла мы не мыши не знаю посоветовать хорошая не думаю написать на начальника милиции района заявление просим вас будет уголовное дело против бобров да они вот разрушает столько это вот а мы не можем это делать но за 12 березок нас на 4 года не посадили но они их тут судить уголовное дело можно нет против бобров краевая вода написать одновременно по надзору за природой тут есть такой ну нет галины здесь загуляем мы с ней ходили там было они как-то я вот надо думать составить как-то и написать может что-то будет какой-то деле может вы когда пересели там или что только но они все они уже этот пруд который возле старого дома так матушки на этом пруду все выкашивает деревне деревне прям деревне разрешающий отлов например сколько и поймай попробуй он только ночью выходит он труженик у нас есть эти письма перри плетеная там самов 10 на 1 на все письма то в разных братья писали сестры там 60-х годов где-то один брат пишет ему зимой игнатий ты там это значит это лови андатры и на них шапки хорошие это шапки сошьем и поймай и андатры это тоже водяная крысами американская водяная я не что мы взяли маленько сделали чтобы посту куда пошла они этого не понимают что мы сделали они за ночь туда бросились вот такими вот напилили поставили и глины все замазали вода не идет для них это тревога воды нет и надо куда-то деваться на коне там столько было что один капкан сразу двое попались их можно ловить чтобы один капкан 2 и всю жизнь и крыс ловил и сусликов такого не видала до счет их там была толпа видимо бросили клич как поднять а целины а эти где вот за этим за хромовым прудом не сильно то там все все выкосили там вот такие деревья были и вы все поваляли полностью не приезжает и у него стружка какая вот такая вот длинная стружка он когда лоток берет его так вот а какой зубы слышит даже есть такой маленький рассказик он познакомился с лебедем боберта лебеди говорит а как ты живешь под водой то тебя и глаз то нету а уши мы счета ушами услышишь так там лодка за поворотом какая лодка да не один го разговаривает я нырнул ты а ты давай улетай смотрит лебедь никого нет азии поворота когда мы считаем лебедь только крыло взмахнул два выстрела сразу погиб вот речь-то идет что уши тоже много значит это детские рассказы дальше я хочу напуститься на америку сейчас вы знаете когда написано что бог сжег садом и гаморру и пять окрестных городов причина какая грех какой был мужеложество я просто пою послание крыло об этом будет разжигаясь похоть и друг на друга оставишь естественного предъявления женского пола а сегодня я не знаю четыре или пять лет уже ребенок имеет право пол переменить и у них там это сплошь и рядом если кто-то ну выступает один проповедник даже папа и по их учениях там где-то это я говорю уже про скандинавию то и сказал что это нельзя это грех это садом и гамора его сразу арестовать на три года вот это библия написано в библии своей сиди в тюрьме вот она как как подготовить к огню теперь понятно земля сгорит и руководитель к этому женщина американские вот вы все в юбках какие вы красивые то другое вы выйдете на улицу то старые молодые вот такая вот маленькая бежит в штанах почему мерзость перед богом 22 6 на законе мерзок перед богом человек женщина которые носят мужскую одежду этот раз брат с америки пришел сюда меня не напугают я в россии живу и поэтому где можете людям говорили это мерзость страшная мерзость бог говорит мерзость а кто это мерзавки мужчина ни один юбку не надел я не видел то ну говорят а шотландия нас не касается это шотландия слепая 96 килограмм сахара на одну душу населения самая слепая нация в мире попутно это всем говорю а вы слышали одна молодая артистка пела так то ли еще будет ой 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 кто это так вот ой 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 то она то просто пела признал а ювенальной инвестиции не было а сегодня она есть указал кто-то что детьми здесь неладно а что неладно не знает она пришла домой без косы отец в токаса где я отрезал ее мать взяла до чем-то дернула а ей научили по телефону дать сразу у них шестеро детей один ребенок три месяца кажется всех забрали и мужа и жене по семь лет в тюрьмы это не у нас в америке там баптисты собирались там столько не говорили пропаде нет грамма не помню а теперь когда вышли в америке чтобы воздуха не было идите на свою украину мы тоже за них молились а это теперь все перенимается здесь но надо взять ребенок а он сидит за компьютером то работает а ребенок играет игрушки невнимание к ребенку юнальные инвестиции отнимают а другой пришел кто-то посмотреть какого ребенка держит так удушающий любовь только во франции говорит больше трех миллионов уже детей забрали встречаться родители могут один раз или два раза и женщины рядом сидит полицейская все дети потеряны и сегодня день и ночь надо уговаривать подумайте посмотрите что с миром делается это уже грань уже буквально объявлено пришествие антихриста поэтому насторожите сами себя считайте слово божие сегодня вот сегодня указ только выйдет его в этот день будут выполнять чтобы нигде религиозной книги ни одной не было по диокритиам перед пришествием константина великого он это и сделал первое арестовать всех священников второе переломать все храмы это один указ и дикт называется второй а последний самый страшный был если ты разговариваешь а человек говорит а я доходится верит во христа что у тебя есть в руке тебе его государство разберется половина имени тебе переходит сразу ну так кажется они сия на девушка идет лицо закрыла как все а воин и остановил посмотреть какая она возьми да плюнула ему в лицо бессовестно солнце не видел моего лица у него что-то было в руках сразу убил ее вот она в житиях святых так что в один день все религии будут объявлены вне закона поэтому читайте что имеете где-то прячьте я жил немного в пензе и там был ульянкин петр михайлович баптистский приспитер и он мне дал большой журнал большой это миссионерский журнал был ревнитель я этот но 1400 страниц больше огонька вот такой я каждый пять раз законспектировал и спрятал в разных городах я знаю меня все равно арестуют а когда я вернусь как беседовать как доказать что иконы и идолы как доказать что без церкви без священства нет веры это еретики все он сам баптист еще ради мне дал по сей день никто не может понять ну я его вернул книгу вот как бог делает и когда я вернулся в одном месте нет другом нет третьим я взял взял теперь я сам рукой оттиражировал на машинке отпечатал и отвел и занятия 18 лет только богату это все по этим материалам богат приготовьте себе на будущее вы молодежь слышите найдите себе занятия и что-то прячьтесь вот это что даже пришел отсидела некоторых скорее вылетает отсюда определение одно он был с нами играть его нет почему а покинул и обнаружил что он никогда не был вместе некоторые отбываете сам скорее выскочит только ну домой пришел ты ясно дело поел и дальше что то есть общение вот этого нету вы не знает ни одной нужды нашей а нуждата у нас очень большая задуматься как мы на суд божий представить а главный вопрос который нам наша мама мария горна вложила она ничего не знала она только говорила умрем все там будем бог говорит терплю до конца а буду мучить без конца эта фраза по частям писание находится двадцать пятая глава матвея где она ничего не знала она научилась считать то уже 60 лет наверное было когда ее мухи обижали в ней двое очков было и мухи между очками залезали на выгоним и скажет ну кто оттуда и сидела все окаписти считала куда ехать мы сразу маму мы думаем ехать она свои эти каноны там корова была в коровник там отдельно такая была еще каютка то и она уже считает мы никуда не поедем пока не благословимся вот батюшка говорил с каким терпением надо уметь просить мы стоим вот на этой грани сегодня я только сегодня за ночь получил благодарность и трудно сказать сколько людей благодаря только за то что опубликовал несколько стихотворений мы все семьей сейчас только здесь и сидим читаем вопросы какие дают мы готовим издать четырехтомник вы до дома дойдете если господь благословит и подумайте что то что вы молитесь господь услышит вашу молитву это ваш вклад будет если что то у вас какие-то излишки трудно сказать пенсионеру что у нас денег то нету нету а сколько нужно я не могу сказать сколько но думаю что 1 и 8 миллионов 1,8 примерно а где взять силен мой бог однажды было так я попутно расскажу два священника у меня ночевали здесь мы его давайте помолимся мне завтра выкупать книгу вот которые лежат сначала платится предоплата за бумагу за все они печатают а теперь полную стоимость а откуда я откуда я знаю помолились часа три прошло уже первый час ночи звонок внутри меня недовольствие сказал после 9 мне не звоните после 9 это мое время никому я уже не отвечаю но все-таки в избе холодно взял трубку аллоо это россия ого россия а что случилось до вас церковь названа время климента нет я говорю это лагерь у меня назван нам разницы нет у нас дядя климент умер и говорят молитву там бог лучше слышит мы деньги высылаем вам место ли он называется вы получите завтра там 10 цифр они меня по телефону говорят священники а вы знаете нет откуда сакраменто калифорния америка они знают не знают они вообще ничего не знают вы вышли на меня и климент который анкирский я утром у меня деньги уже на руках рассчитался так это не все вы знаете главный банкир кто был у нас в алтай а у нас были очень близкие отношения он приезжал и вот однажды я прихожу а мне нужно нужно как раз львов николаевна только что позвонила сколько нужно пятьдесят шесть тысяч последнее ну допустим 5 том я выкупаю кто-то 600 рублей прислал но у меня ровно 50 остается ну где я достану в это время звонок звонок песоцкий мне звонит владимир филимонович так вы можете ко мне приехать это тут уже что-то такое я книга даю ему когда и вот чтобы он делать как он его открывает я вижу а у него прихожая два секретаря сидят пищеты но добавит банки всего края и вот здесь сам отказать как бог это устраивает я пошел и сорвал несколько веточек точно тоже помню миндаль здесь есть я не знаю что у него день рождения вот как бог делает я секретарям подал по веточке к нему зашел а вы как знаете да никак я ему книгу говорит предыдущего такая вышла он смотрит я говорю владимир филимонович может идти надо достать от меня тут про меня написано как правильно делать надо понимаете он открыл книгу я и не знаю когда этот вопрос был мне задан про финансы и финансиста и он нашел там и нашел ответ вижу он полез шкаф залез что-то копается копается я ему даже ничего не сказал он вытаскивает ровно 50 тысяч красненькими в руку так а вы знали сколько мне надо откуда же я знаю нет машина сейчас даю что вас до дома довезли не член он приезжал потеряю и с ним еще по области там другие банкиры были то но они так просто он посмотрел это добро не пожертвовать он вернулся они даже на него не посмотрели и он тут же положил в нашу кассу то есть когда мы обращаемся к богу господь такое делает здесь был такой поль тайнар роберт орбертович спиртовой спиртозавод который называется и вот когда я у него был я попутно скажу и все это на сегодняшний день пойдет а вот там один кто-то решил попросить что-то у него бывает пустая посуда еще что-то даже спирт давал бывает приложить надо ребенку где-то но так и а что сделать нужно я ему говорю я слышу разговаривает один приезжал здесь директор тракторного завода кажется он криворотов или как-то фамилия его его вот здесь они оба сидели тогда и говорит у меня голубка была с краснодарского края хорошая или голубь то был улетела нигде нет я говорю а я-то сижу рядом и голубей держу я как выглядит коричневый почти черный коричневый я бы у меня три дня назад такой прилетел того что у меня еще там что ли конечно это мой теперь да не в этом я хоть посмотрю когда он посмотрел ну что идет я в шесть голубей до породисты только другой породы вы верните мне его я вернул и когда вернул его его сыновья такие молодцы смотрели такие руссоволосые принесли голубей но проходит дня два и этот голубь ко мне прилетает а голубка сидит у него так вот кривом по голубке и она соценинулась я смотрел вот ну только из тюрьмы когда освобождается человек или где-то с фронта приходит что делать я знаю придет уже к вечеру он пришел а случайно не пристал не случайно мы один раз верну больше не верну я иначе я его уберу куда-то в другую страну отправлю полу опять неделю продержать прилетел волю бог какая но через него я познакомился с одной душою раньше я ходил где что есть просил там несколько килограмм десять муки надо он познакомился одним человеком каждый день я молюсь за этого человека теперь и уже нет не меньше как лет 15 или даже больше я только список даю что надо мне нужно 12 мешков муки высший сорт сахару нужно 96 килограмм и один раз сахара у них нет этот человек отправил посольство на пасеку четыре полные фляги меда и одна фляга стоит а другой я раздавал здесь и каждый год вот сейчас мне надо момент попасть конец мая начало июня вот которые лежат здесь это другие продукты горох там макароны это все оттуда и когда разгружать все это ошибка какая-то не ошибка володя заказал там 15 метров целлофану на парник я узнал где продается пришел хозяину сказал он эта машина есть нету взглядайте машину я пошел они вытаскивают один полный рулон вот такой два мужика такой высоты 2 3 остановитесь я сказал сколько метров хозяин сказал сколько рулонов в уме или нету рулоны ну рулон то там сотня метров наверно и они загрузили машину всю я это ошибка какая-то не ошибка проходит дня два они мне звонят это действительно ошибка была мы не разобрались его давайте при он сказал ладно уж попал пускай пользуются вот я раз по рассказу о явных чудесах мира когда у нас ни связи нету ничего нет теперь неприятное известие там строят большие дома а здесь речь порт его закрыли и сейчас выставили двадцать одну плиту ограду и что я там делаю деревья все пилят убирают что тут буду делать я до конца не знающим но похоже что они откупили землю и там склады все это ломать будут который речной порт там стояли какие большие зданий все сломали убрали сейчас там котлованы делать они надвигаются на нас но до нас не доходят метров двадцать как они будут подниматься отсюда ну все видимо поднимать землю будут тоже надо помолиться потому что у нас с этой стороны оголили и с этой подходит а вот я знаю что не видно его брат игорь они могут пристать столкнуть с этого места если мы будем молиться господь поставит ах а ограждение у меня есть что я представлю снимки за баварином я не купил этот дом он дан мне государством ему не имеют права прикасаться то есть просто помолиться надо то есть они в плату и вот вот красненький дом стоит выйдите там посмотрите потом это за неделю плату и к нам подошли а мы с львом николаевны ходили и видели там кто-то пилил деревья чтобы взять нам дров то нету а они дрова эти все на чёрке уже продают и нам еще опять нету потому что надо грузчиком дать теперь у нас прохудилась батарея или что вода вчера там смотрели все устранили уже откуда вода это из батареи шайка ослабла температура я конечно не заряд не дезорадствую николай валентин смотрел все устранили рядом который не они не заменили батареи которые они батареи старые трубы их не трогали затеяли давайте сделаем вот они поставили там кошка когтями свалит ну вы посмотрите какие раньше были батареи там заставку нет пушка не разобьешь здесь ослабла просто гайка от температуры ослабла гайка раньше не было то чтобы открутилась гайка то они не спрашивали я говорю что вот эти замены разные когда можно не делать этого я не принимаю понимаешь что все лишнее так у кого рыба дома есть и какие-то отходы бывают мне ищите сюда мне нужно еще три кошки кормить когда мы уезжаем остается одна звук по володе убез а этих я кормлю там видя по-другому ниже второй день бы стоит теперь сегодня коснулись вот этих подружников сколько они стоят уже и люди спрашивают а я как могу сказать не моё что подручники вот эти вот вот красная ну сколько стоит подарок на себя взял все даром не делается кто-то оплатил если подружник это молиться это не подушка вон там коробки а скажи что можно брать я сдаю сам сам раздает по списку так кто хотел сегодня от это взять на счету же чтобы он утвердил он уже вон смотри хорошо сплю на ней так назад надежда васильев сказал назад значит с этим надо разобраться одари всех сейчас здесь кому нужен березовый стол со мной пойдем я ухожу а потом я беру занятия будут брата игорь это не видно так я идем еще больше там конечно нет но нет на будет будут конечно ну все на этом так по этому календарю который дал зачем это нужно было сделать ясно что-то не православный православный вот такие толстые бывают календари выпускать там все все вот этот листик перетягивать все это выпустили протестанты они не трогают православие места писания библии сплошь и как это применить к себе на сегодняшний день кто не взял не пожалеете если возьмете Виктору Андреевичу благодарность что он сумел растиражировать так кому дать я еще раз говорю что это просто целая книга может здесь быть помещена что там еще там да еще молимся Так, вот это больница на Комсомольском. Знаете, что такое? Так, кому надо, возьмите, чтобы... Кому надо, помогите, для здоровья. Кому нужно, для здоровья. Пойдем. Ангел, врачи, яша, благодать, нечистая, дева, радуйся. И по кереку радуйся, твой сын во свете склинили нам гроба. И мертвые воздвинутые люди, веселитесь, светися, светися. Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на Тебе, Васия. Векуй, ныне, веселись о Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородица, А восстанье и Рождества Твоего. О, Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также. Просвети и защити людей, не познавших Тебя. Обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебя, как должны, пусть покажутся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твоей, излеченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твои. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Любящий нас Господь, прими нашу молитву в одеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твою, Господи, и соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебя на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и соблюдающий Его, как здесь ждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими наши молитвы, исполни о всех заповедавших, нам молиться о них, спаси их и помилуй. И мы взываем, о, незаповедавших, коснись их сердец, призови их к покаянию, чтобы они примирились с Тобой в жизни всей, ибо за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Во славу Божию. Дайте сестры, подружки эти мои.